Да уж, да уж, погода так и шепчет. Зима, а с ней и Новый год отменяются. Но уж нет, у нас есть планы и никакие преграды не помешают нам их осуществить. С наступлением декабря мы начали интенсивную подготовку к Новому году. И хотелось бы обратить внимание на одну, ну можно сказать, традицию. Почему-то у многих людей возникает сильное желание с Нового года начать новую жизнь. И действительно, Новый год – это лучшее время внести какие-то коррективы. К концу года мы подводим итоги, остро ощущаем все, что хотелось бы оставить в прошлом. И возникает четкое понимание, что нам нужно в будущем. А чтобы с наступлением рабочих будней после новогодних каникул все наши планы не развеялись, все, что нам нужно – это сильное желание изменить свою жизнь к лучшему. И несокрушимая вера в успех. Итак, сегодня нам предстоит выяснить, есть ли у среднестатистического рассказовца реальный шанс с Нового года начать новую, лучшую жизнь. Или такие желания у нас очень быстро куда-то улетучиваются. Нам предстоит пройти тест на эту самую новую жизнь. Для начала нужно продолжить фразу. Я проснулся утром рано, за окном. Так что у нас там за окном? У 20% тестируемых было пасмурно. Еще у 20% все было как всегда. Для 18% сияло солнце. Вот они, настоящие оптимисты. У 13% лил дождь, 12% за окном разглядели снег. Так, хорошо, продолжаем. А что же творилось утром рано, за окном у наших авторов других ответов? Я проснулся утром рано, за окном валялась рама. Я проснулся утром рано, за окном вели барана. Другие нерифмованные наблюдения. Я проснулся утром рано, за окном сидел мужик. Шел лысый дядька. Было темно, стоял туман. Снова туман и совсем нет снега. Темно, сыро, а на работу идти надо. Но несмотря на все природные катаклизмы, у кого-то все прекрасно. Давайте все-таки остановимся на том, что несмотря на то, что пасмурно и нет снега, все прекрасно. Далее идем к прохожим на улице и расспрашиваем у них, как проходит их обычный стандартный будний день. Продолжаем продолжать фразы. Утром я встала, умылась и съела на завтрак бутерброд с колбасой, омлет, геркулесовую кашу. Утром я встала, умылась и съела на завтрак омлет. Вкусный был? Вкусный. Спасибо вам большое. А что вы предпочитаете, нет? С колбасой. За завтраком я читаю газету, строю планы, смотрю телевизор. Телевизор смотрю. За завтраком. По дороге на работу я смотрю по сторонам, читаю книгу, думаю о своем. Что думаю о своем? Когда идете на работу? Да. На работе меня ожидали хорошие новости, клиенты, неприятности. Что-нибудь одно обязательно? Ну да, да, да. Пускай будет хорошая новость, Ларка. Пускай, спасибо. После обеда меня вызвал к себе шеф, чтобы похвалить, дать задание, отчитать. Что выбираете? Хвалить. Бывает такое? Я работаю сам по себе. Сами себя хвалите? Нет, меня хвалят коллеги. Это самое главное. Спасибо большое. К концу рабочего дня я чувствую себя счастливым, немного усталым, разбитым и подавленным. Как вы себя чувствуете в конце рабочего дня? Немного усталым, это сто процентов. Идя с работы домой, я думаю о том, что моя жизнь скоро изменится к лучшему. О теплой постели, о своей несчастной доле. Вы что выбираете? О том, что моя жизнь вскоре изменится. Причем к лучшему. К лучшему, галочку. Да. Тест благополучно завершен. Получаете многоуважаемый среднестатистически рассказывается результат. Вы способны забыть о всех неприятностях и начать новую жизнь даже с нуля. Для вас нет ничего невозможного. Однако, некоторая пассивность мешает вам сделать тот решающий шаг в новую, лучшую жизнь. В общем, нам нужно активнее хотеть начать новую жизнь с нового года. Традиционно под Новый год нам показывают разные отечественные комедии. В следующей программе мы будем готовиться к просмотру фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Вы пока отвечайте на наш вопрос в интернете, а потом мы вместе повспоминаем старое, доброе, хорошее кино. Всем удачи, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин